Улыбки, объятия и теплые приветствия. В Иванове в пятницу открылся 12-й международный фестиваль театров кукол «Муравейник». 19 коллективов России и зарубежья привезли свои лучшие спектакли. На представление ждут и детей, и взрослых. Театр кукол универсальный, театр кукол, как я говорю, он от нуля и до бесконечности. Я думаю, что каждый зритель может в театре, театр кукол, театр, настоящее театральное искусство, найти для себя что-то очень важное. И вот этим он и прекрасен. Израильский театр маленький, в «Муравейнике» участвует впервые. Их постановка называется «Снежная сказка». Это добрая история про снеговика с глубоким философским подтекстом. Мы сделали такую интерпретацию, что было интересно как деткам, так и родителям. И есть философия для родителей, и что-то для детей. И в общем, сама сказка, она о жизни, у которой нет конца, что есть круговорот вообще всего в природе. Открыли фестиваль хозяева праздником. На сцене гимн русскому человеку. Смех сквозь слезы. Ивановские артисты представили спектакль «Левша» по доименной повести Николая Лескова. И чуть, если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, он сейчас скажет, так и так. И у нас дома свое не хуже есть. И чем-нибудь отведет. Фестиваль «Муравейник» рассчитан на пять дней. Все заявленные театры представят на суд коллег, критиков и, конечно, зрителей своей работы. Проигравших не будет, а вот победителей непременно. На закрытии фестиваля всегда каждый театр, участник фестиваля, учреждает свой приз любому понравившемуся спектаклю, режиссеру, актеру, художнику или просто человеку из другого театра. Поэтому как раз закрытие, как правило, и показывает то, каким явился фестиваль. Но через пять дней посмотрим. Заключительные спектакли покажут уже во вторник. Если поторопиться, то можно успеть изучить афишу и отыскать в «Муравейнике» что-нибудь интересное для себя и своих близких. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова Да как это возможно?